Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я постараюсь в рамках доклада этого скомпоновать, вместить всё то, что на сегодняшний день может эндоскопический метод, чем он может помочь вам, как специалистам-клиницистам. Эндоскопия на сегодняшний день находится на стыке нескольких специальностей. Это и онкология, и теракальная хирургия, и пульмонология, и фтезиатрия. И здесь не указано, но, конечно, это ещё оториноларингология, потому что, конечно же, мы проходим через верхние обитательные пути в том числе. Бронхоскопия — это на сегодняшний день единственный метод, который может позволить осмотреть именно поверхность слизистой оболочки, оценить её сосудистый рисунок, оценить её рельеф. Это бывает очень важно, потому что существуют поверхностные образования, бывают поверхностные раки даже, которые абсолютно никак не диагностируются какими-либо другими методами. Кроме того, существует такая форма туберкулёза, как инфильтративный туберкулёз, бугорковая форма, которая может проявляться только длительным, сухим кашлем, без каких-либо других проявлений. Он абсолютно никак другим образом не диагностируется, кроме как при бронхоскопии. Можно рассказать немножко об истории бронхоскопии? Началась она очень давно, когда первую бронхоскопию жёсткую выполнил ещё Густав Килиан при помощи анестезии кокаином. Сейчас мы не используем анестезию кокаина. В 1956 году случилась следующая веха. Фридель разработал систему жёсткой бронхоскопии, которая позволяла уже выполнять на управляемом дыхании бронхоскопии. Именно с этого момента бронхоскопия начала набирать обороты. Большинство методик, даже игольная биопсия внутри грудных лимфоузлов, они появились буквально уже в 50-60-е годы с момента изобретения Фриделем бронхоскопа, который позволял выполнять всё с управляемым дыханием. Первый фибробронхоскоп появился в 1966 году. Его разработал японский учёный Шигет Эйкеда. В 1987 году компанией Pentax был разработан первый видеобронхоскоп. И с 2003 года мы начали говорить об эндоузии. То, что был компанией Olympus разработан, первый конвексеный Эйкхабронхоскоп, который положил начало эндобронхиальной ультрасонографии и возможностям пункционной диагностики любых образований средостемия. Какие же есть показания бронхоскопии? Показания бронхоскопии можно разделить на две основных категории. Это диагностические и лечебные показания. Как правило, пациентов направляют при любых очаговых изменениях по данным рентгенографии, либо по данным компьютерной томографии. Это может быть длительный кашель. Это тоже одно из показаний при рентген и КТ негативных каких-то данных. Опухолевое изменение, бронхиты, бронхоэктотическая болезнь, воспалительные заболевания нижних дыхательных путей, пороки развития, образование средостемия и лёгких, лимфоденопатия, неясные теологии, бронхообструктивный синдром и любое кровохакивание. Это и является показаниями к выполнению диагностической бронхоскопии. Лечебная бронхоскопия, ну и народные тела. Больше, конечно, это в ПД-3 встречаются гнойные процессы. Опять же, бронхоэктотическая болезнь. Хронический обструктивный бронхит, телектазы лёгких. Это, кстати, очень важная категория, мы на этом остановимся. Лёгочное кровотечение, астматический статус, опухоли, эстенозы, крахеи и бронхи, а также бронхоприбральное освещение. Какие же есть противопоказания? Когда мы определяем, нужно или не нужно пациенту выполнять какое-либо эндоскопическое исследование, нам очень важно понимать, не перевешивает ли потенциальный вред ту пользу, которую мы хотим пациенту принести. Противопоказания, ну основное это абсолютные, конечно, противопоказания. Это полная поперечная атриоентрикулярная блокада. Это острейшая фаза инфаркта, миокарда и острая фаза инсульта. Это терминальное состояние больного, особенно это касается реанимационных отделений, когда пациента уже могут пригласить, к сожалению, конкурабельного, которому уже никто ничем помочь не может. Бронхоскопия таким пациентам не выполняется. Сердечно-лёгочная недостаточность третьей степени. Пациенты, у которых тяжёлая рыжка в покое, мы сейчас не говорим про астматический статус. Им также бронхоскопия гибкая не выполняется. Там есть варианты насчёт ригидной бронхоскопии, но никто. Отёк лёгких и аневризма аорты более 5 см в размере, либо расслаивающая аневризма аорты. Осложнения бронхоскопии. О них тоже нужно знать. Это то, что мы должны оценивать, взвешивать, как потенциальные риски для пациентов. Я должен сразу сказать в отношении осложнений, что они возникают очень редко. В моей практике я выполнил несколько тысяч бронхоскопий. Я могу сказать, что каких-то осложнений серьёзных у меня, к счастью, не возникало. Осложнения можно разделить на те, которые связаны с анестезией, и те, которые связаны с самой бронхоскопией. Чаще всего описаны осложнения, связанные с анестезией. Это основная масса. Это может быть аллергия или реакция на анестетик. Часто принимают реакцию за аллергию. Это неправильно. Когда пациент приходит, говорит, что у меня аллергия на лидокаин, нельзя делать бронхоскопию. Я могу сказать, что из более 5 тысяч бронхоскопий один единственный раз я выявил реальную аллергию на лидокаин. Мы сделали субликуальную пробу, и мы обнаружили аллергическую реакцию. Все остальные ситуации являются реакцией. Реакция может быть на быстрое введение, реакция может быть на передозировку препарата. И может быть реакция у людей, у которых в целом психоэмоциональный статус такой, что они могут среагировать обморочным состоянием и без лидокаина. Он может просто сидеть, и у него может случиться гипотония. Ларингоспазм, бронхоспазм. Чаще всего, это реакция на введение холодных препаратов. И осложения, которые могут быть связаны с бронхоскопией. Носовое кровотечение. Действительно, при искривлении носовой перегородки такое может случиться. Ларингоспазм. Как правило, это результаты либо введения холодных растворов, либо недостаточной анестезии. Бронхоскопия, выполняемая под адекватной анестезией, ничего кроме першения и периодического кашля, и то не всегда, не вызывает. Это легко переносимое исследование при адекватной анестезии. После бронхоскопии. Кровотечение, пневмоторакс, перфорация стенки бронхо. Это те осложнения, которые описаны в литературе. Кровотечение после биопсии, да, могут быть. Есть методики трансбронхиальной биопсии, я дальше о ней скажу. Там обязательно выполняется коагулограмма перед исследованиями. То есть пациент, когда был ухватеем, не попадает на такие процедуры. Ну, после лекарственной терапии, транспортной гипертермией, бронхоскопазм, это чаще всего может возникать после гнойных бронхитов, тяжелых бронхитов, диффузных, двусторонних, как реакция. Перфорация стенки бронха никогда не встречалась в жизни. Это больше относится к еще жестких бронхоскопов, когда, какие есть виды диагностических бронхоскопических вмешательств. Основной это осмотр в белом спектре света, то есть в белом свете. Осмотр в узкоспектральном режиме. Это технология NBI, которую первую в 2006 году внедрила компания Alipos. И в принципе она является в этом плане лидером. И это позволяет нам оценивать очень хорошо капиллярный рельеф, капиллярный рисунок, по которому мы можем очень четко определять границы и наличие или отсутствие каких-то злокачественных образований в бронхах. Эндобронхиальная ультрасонография, трансбронхиальная биопсия легкого. Трансбронхиальная биопсия может выполняться под контролем ультразвука, под контролем рентгена. Также может быть трансбронхиальная биопсия внутригрудных лимфоузлов. То есть мы можем брать биопсию функционную из них. И также изобразованные средостения. Осмотр в белом свете. Вот это картинка с обычного фибробронхоскопа. Я порылся в своих архивах и нашел такое изображение. Вы видите, что четкость не очень. Конечно, современные видеобронхоскопы дают абсолютно другую картинку. Вы можете посмотреть, какое дает качество на сегодняшний день топовая эндоскопическая аппаратура. Это Xero III от Alipos 190-я стойка. Вот здесь стрелкой указано очень и очень незначительное изменение. Сейчас я попробую их маркером выделить. Оно большинству людей не бросится в глаза. Это ранний пластоклеточный рак. Вот так вот он идет. Его размеры, вот этого пятнышка, где-то полтора миллиметра. Абсолютно нигде никак. Это находка. Это не вызывало очень кожаловку. Он находился в стационаре по другой причине. Ему бронхоскопия была выполнена тоже с другими целями. Автофлуоресценция. Автофлуоресценция — это методика, которая основана на свечении пораженных тканей в этом режиме, в режиме автофлуоресценции. И тоже мы можем очень четко определять границы ухлевого поражения. Трансбронхиальная биопсия легкого или чрезбронхиальная биопсия легкого, как можно встречать аббревиатуру ЧБП или ТБПЛ. Это более международная аббревиатура трансбронхиальной биопсии легкого. Это та методика, которая у нас в Крыму применяется. Мы при помощи биопсийных щипцов берем кусочек из ткани легкого. То есть эта биопсия выполняется не из стенки бронха, не из видимого под контролем мотоскопа участка. Оно берется из глубины. Это метод диагностики любых интерстициальных заболеваний легких. Это может быть экзогенный аллергический альвеолит, идиопатический фиброзирующий альвеолит. Это может быть царкоидоз легких и другие интерстициальные заболевания. Методика имеет очень хорошую специфичность и чувствительность. То есть результат удается получить примерно в 85% случаев. То есть, грубо говоря, у 5 из 6 людей мы получаем ответ на вопрос, и клиницист уже может поставить диагноз. Ага, видео все-таки пошло. Это очень хорошо. Здесь вы видите новую методику трансбранхиальной биопсии с помощью установки РБКРИО. Это последняя самая такая возможность взятия биопсии не при помощи щипцов, а с помощью специального термозонда, который под воздействием жидкого азота на него намерзает ткань легкого, и материал, который получается при этом, он гораздо более репрезентативный. Щипчики выкусывают 1 кубический миллиметр. Эта методика позволяет брать куски достаточно большие, несколько миллиметров размера. Методика достаточно безопасная. И щипцовая, и такая. Кровотечения значимые менее 1%. Пневмотораксы бывают, но клинически значимых в своей практике я не встречал. Но в целом они в литературе описаны. Частота их встречаемости где-то порядка 5% пневмотораксов. Трансбранхиальная биопсия периферических образований, мелких, выполняется под контролем ультразвука, когда в бронх предварительно вводится ультразвуковой датчик и мини-датчик. И потом в эту же зону вводятся, уже по направляющему катетеру, вводятся сами щипцы. И выполняется биопсия из вот таких вот небольших очагов. Вот вы видите, как вводится сам датчик в бронх. Это правый второй бронх, субсегмент B. И вы видите на видео вот тень опухоли в режиме ультразвукового сканирования. Дальше мы определяем длину, на которую нужно ввести потом биопсийные щипцы, вводим их в это же место и выполняем несколько раз биопсию, получая при этом материал. Функционная биопсия. Методика появилась с появлением фридерских аппаратов, как я уже и говорил. Методика очень хорошая, имеет хорошую достаточную чувствительность, но очень зависит от специалиста. И очень важно, чтобы еще был хороший морфолог. Потому что те, кто начинает эту методику, они поначалу могут вообще никакого ответа не получать. Вы помните, 10-15 исследований говорят, ну как же так? Что это за методика, что ответы нет? Потом эти же стекла пересматривают у других морфологов. Оказывается, что нет, ответ все-таки есть. Но его не смогли обработать, этот материал. Материал имеет не совсем типичный, не совсем обычный вид. Такой видит длинных червячков, которые выдуваются из иголки. Это и цитологический, и гистологический материал. Можно выполнять прямую биопсию под контролем зрения, то есть с использованием просто промахоскопа, не обязательно на ультразвуковой аппарате нет. И можно выполнять под контролем УЗИ. Также можно выполнять под контролем КТ-навигации. Есть программы, которые из обычной компьютерной томограммы на диске могут создать реконструкцию конков и проложить на вот такой вот маршрут. И мы будем видеть, вот слева, допустим, это... Вот здесь видео не звучит. Слевой стороны картинка на эндоскопическом мониторе, справа картинка, которая построена программой. И вот вы видите, такая как ниточка, полосочка. Мы идем по бронхам. Вторая картинка синхронно показывает те же самые участки, но это просто будет уже электронная обработка. И когда мы дойдем до точки вкола, эта точка вкола будет помечена, и стрелкой указано, на какую глубину, в каком направлении нам надо сделать вкол иглой, чтобы получить материал. Под контролем ультразвука это выполнять проще. Потому что мы сразу видим под контролем ультразвука сектор, и мы выполняем уже вкол конкретно в лимфоузел, и мы видим, что ЭКЛА находится в самом лимфоузле. Так выглядит ультразвуковой бронхоскоп с конверсистным датчиком. Так с выделенной иглой. Таким вот образом выглядит функционная биопсия. Визуализируется лимфоузел. Вот вы видите его, вот те лимфоузла, эхо-тень. Вот зеленым указана точка вкола. Игла пойдет вот таким вот образом. Вот она проходит, и кончик находится в лимфоузле. После этого вынимается мандрел, подсоединяется шприц с лакомом. И выполняется серия пассов иглой, возвратно-поступательных. И при этом мы веерно вот таким вот образом двигаемся, чтобы взять ткань в пределах лимфоузла не из одной точки, а из всего лимфоузла. И так делается несколько пункций при этом. Очень хорошая результативность. Здесь Феликс Херц показывает мастер-класс. Это в рамках конференции в институте Герцена, которая была. Электромагнитная навигация. Не буду на ней останавливаться. Методики в России нет. В принципе, она очень дорогая. И даже там, где она есть, практически не используется. Виды лечебных эндоскопических методик. Их достаточно много. Это и бронхосанация, удаление народных тел. И брахитерапия. Брахитерапия – это введение радиоактивных изотопов. Фотодинамическая терапия. Лазерная коагуляция. На основных мы остановимся. Но начнем с бронхосанации. Это то, что самая часто встречаемая методика, которой пользуются и в пульмонологических, и в афтезиатрических стационарах. Это посемьерное промывание бронхов у больных с бронхоэктотической болезнью или при каких-то бронхитах. Но что для этого нужно? Необходимый бронхоскоп с хорошим каналом, не обычным диагностическим, а по шире, канал 2,6-2,8. Обязательно кислородный концентратор и следящая аппаратура. Потому что десатурация у всех пациентов на фоне бронхосанации происходит. Какие есть показания к бронхосанации? Обязательно. Это отелектаз легкого или доля легкого, или сегмента легкого. Мы должны знать, чем вызван отелектаз. Это может быть опухолевое сужение, может быть обструкция каких-то содержимых. Аспирация постороннего содержимого, в том числе крови. Если у пациента в анамнезе аспирация, бронхоскопия ему должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Эта аспирация может случаться по разным причинам. И гипогликемическое состояние какие-то, и после алкогольного опьянения. Обструкция бронхослепками, пробками с формированием отелектазов, рецидивирующих и неэффективностью физиотерапии. Я, кстати, тоже об этом скажу, что да, физиотерапия должна проводиться. У нас очень любят вызвать эндоскописта, при этом сидя в кабинете, даже не подходя к пациенту с катетером, так его пассанировать. Нейромышечные расстройства с развитием проксимального отелектаза. Тяжелые очень пациенты, у которых просто функция дыхания не работает, и нужно протезировать ее. Травмы грудной клетки, ожоги дыхательных путей и тяжелая черепно-мозговая травма. Как правило, это действительно тяжелые пациенты, которые требуют курса вечерней бронхоскопии, потому что осложнение со стороны легких это то, что часто сопровождает такие состояния. И отдельно я выделил с осторожностью при хоббл бронхиальной астме и пневмонии. Почему? Я даже на этом остановлюсь отдельно. Потому что при бронхиальной астме обязательно необходимо достичь контроля над астмой, обеспечить неблазерную поддержку бронхолитиками перед самой бронхоскопией. Сама по себе бронхиальная астма это не показание к проведению бронхоскопии. Нельзя назначать пациенту с бронхиальной астмой, просто бронхоскопию, давайте посмотрим, что там есть. А вдруг нам что-нибудь есть. Этого делать нельзя. Точно так же санации при бронхиальной астме не выполняются. Единственное показание при бронхиальной астме в бронхоскопии это сопутствующее, это осложнение, это может быть какой-то тяжелый гнойный бронхит, которым не удается справиться консервативно. Или астматический статус. При астматическом статусе бронхоскопия выполняется жестким только аппаратом на управляемом дыхании, то есть это либо Фределевский, либо Шторцевский бронхоскоп. И санации при бронхиальной астме идут очень большими объемами, как правило, от полулитра и полиен. То есть, как правило, не выполняется подместная астезия вот таких вот исследований пациентам с астмой. При гнойных бронхитах на фоне астмы может происходить серьезное ухудшение состояния из-за того, что все эти токсины, которые находятся в бронхах, они начинают разводиться водой и легко проникать через гематоливиолярный барьер и попадать в кровь. Это вызывает серьезную интоксикацию, ухудшение состояния. При ХОБУ точно так же бронхоскопия, она является грубым методом исследования. Лечебная бронхоскопия. Ее лучше не применять без крайней на той необходимости. Только должны быть строгие показания. Опять же, это гнойные осложнения или какая-то выраженная бронхообструкция, которой не удается каким-то образом грубим избежать. Они требуют обязательно медикаментозной компенсации течения состояния. Это должны быть только стабилизированные больные, которые мы оцениваем, что они должны нормально перенести исследование. С высокой вероятностью могут возбивать ухудшение бронхосанации при тяжелом течении ХОБУ. Тяжелый ХОБУ с низкими показаниями ОФВ-1 и ЭФЖЭЛ. Это пациенты, каждый пятый из них может попасть в реанимацию после лечебной бронхоскопии. Об этом надо знать. Таким пациентам тоже назначать бронхоскопию без показаний на то. Ни в коем случае нельзя. Если эндоскопист этого не знает, то, скажем так, это плохо. Это может вести к серьезным рискам. Курсовое лечение при ХОБУ назначается, если уже об этом идет речь. Санации используются до 200 мл только подогретого физиологического раствора с муколитиками. И при гнойном содержимом обязательно вводятся антисептики. Возможно введение антибиотиков, но эффективность антибактериальной терапии бронхов эндобронхиарной не доказана. Хотя мы применяем, я применяю. Мы видим хорошие результаты. При гневмонии. При гневмонии бронхоскопия просто так тоже не назначается. Она назначается только при длительном течении. Более одного месяца, когда мы видим, что сохраняются инфильтраты. Вроде бы как клинически неплохо, а инфильтраты есть. Либо при тяжелом течении. А также для забора бактериологического материала до начала антибактериальной терапии. Когда она уже начата, смысла выполнять забор этого материала уже нет. Удаление народных тел. Как правило, у детских эндоскопистов целая коллекция этого всего дела. В нем могут очень много чего показать. Аргоноплазменная коагуляция. С помощью аргоноплазменной коагуляции прекрасно останавливаются легочные кровотечения из видимых источников. Если это какой-то сосуд или опухоль. Лазерная коагуляция. Позволяет нам удалять легочные инфильтраты. Обеспечивать регионализацию опухолевых сужений бронхов. И применяется это при использовании жесткой бронхоскопии. Фотодинамическая терапия основана на воздействии ультрафиолета на фотосенсибилизирующие препараты. Есть препараты, такие как, к примеру, фотофрин, который мы можем вести пациенту с опухолью бронхов внутривенно. Этот фотофрин накопится в ткани опухоли. После этого мы ультрафиолетом облучаем опухоль. В ней происходит выделение свободных радикалов и редушция объема опухоли. В Крыму такой методики нет, к сожалению. Криотерапия. Криотерапия за счет холода. Также при легочных кровотечениях, при народных телах очень эффективный метод. Так, тут видео нет. А, нет, есть. Тут видео есть. Здесь, как раз, видеоролик, что такое криотерапия. Крио-установок в Крыму также нет. На материковой части, я знаю, что есть в институте Герцена установка для криотерапии. И криобиопсией занимается Илья Владимирович Сивакозов на базе ЦНИИД, тоже в Москве. Вот такая методика. Она достаточно дорогая. Про брахиотерапию я вкратце сказал. Это применяется в онкологии стентирования. Стентирование назначается пациентам с целью реконализации опухолевых сужений. Пациенты у нас, они в Крыму встречаются периодически. Ко мне они приходят. Они приходят амбулаторно. У них декомпенсированный опухолевый стеноз, может быть, главного бронха или долевого бронха. Таких пациентов, да, мы можем отправить в нашу республиканский онкологический диспансер, но они не выполняют стентирование дыхательных путей. К большому сожалению, или по техническим причинам, или по каким-то еще. Поэтому, учитывая, что если идет опухолевый декомпенсированный стеноз на уровне главного бронха, происходит шунтирование крови через пораженное легкое. Такой пациент долго не проживет. Его нужно отправлять на материк, пока он хоть как-то транспортабелен. Потому что иначе это уже будет выполняться силами санавиации, для того, чтобы ему в условиях того же института Керцева установить стенд. Таких пациентов бросать нельзя, и дома они сидеть тоже не должны. Их нужно ориентировать на лечение. И при правильном лечении они могут прожить достаточно хорошо еще. Таким вот образом выполняется стентирование. Проводится проводник. По проводнику доставочное устройство со стендом. Сначала метки определяются, здесь и под рентген контролем. Можно выполнять стентирование под контролем только бронхоскопом. И потом вводится доставочное устройство со стендом, и стенд высвобождается. Здесь убрали катерто для замера. Видео обучающее, оно мне показалось очень наглядным, я решил его здесь показать. Высвобождается стенд, и обеспечивается реконализация просвета в рот. Все, у пациента уже нет окклюзии. А дальше уже можно думать, что с ним делать. Лечить, оперировать. Состояние его стабилизировано, легкое, начинает снова дышать. В условиях Крыма я вводил подобным пациентам, если они находились в тяжелом состоянии, интубационную тонкую, я ее мог вести через нос, либо была ситуация, я был вынужден вести ее через функционно-дилатационную трахеостону. У пациента было трехтосвелково. Это позволило выиграть время. Таким вот образом выглядят стенды. Они бывают разные. Бывают саморасширяющиеся, саморасправляющиеся, бывают термопластичные стенды типа Дюмона, которые используются чаще всего при рубцовых сужениях. Бронхотермопластика. Вот в контексте бронхиальной астмы эта методика, она достаточно новая. Она появилась совсем недавно, в 2013 году. Она вызывает, по сути, гибель мускулатуры в стенке бронхи. И бронх уже не в состоянии спазмироваться, сжиматься. По результатам, сейчас до сих пор бронхотермопластика, она набирает еще материал. То есть, насколько этот метод эффективен. Но предварительно он эффективен. Да, есть некоторые моменты в отношении бронхотермопластики, но в России она уже есть. И чем она хороша? Она позволяет, по сути, уже необратимо изменить стенку бронха. То есть, тот бронхотермопластик, который был подвергнут бронхотермопластике, он уже никогда не будет спазмироваться. То есть, существует вероятность, небольшая, да, полностью пациента, по сути, даже избавить его даст. Вот это бронхотермопластичный зонт. И клапанная бронхоблокация. Очень классная методика. Разработчик этих клапанов эндобронхиальных, Анатольд Левин, это наш соотечественник. Эти клапаны имеют международный патент, имеют прекрасные результаты. При фиброзно-переносном туберкулезе легких это просто невероятные результаты. Очень хорошие результаты при бронхоплевральных свечах. Принцип основан на том, что, установив этот бронхоблокатор в банках, препятствуем поступлению туда воздуха. Но это не просто пробка, это не оклюдо. То есть, воздух из сегмента выходит, обратно не заходит. По принципу клапана Билава. Это показатели пафтезиатрии. Я покажу видео, как он выглядит, чтобы было представление о том, что такое бронхоблокатор. Когда я работал в центре фтизиатрии пульмонологии в нашем республиканском, мы эту методику использовали достаточно активно и она давала прекрасные результаты. Особенно у тяжелых пациентов с фиброзно-переносным туберкулезом и со свечами. Это были тяжелейшие больные с этими банками боброва или с постоянным подключенным вакуумом, потому что иначе у них спадались легкие с ЭПМами и все это абсолютно никак нельзя было вытянуть. Бронхоблокатор в этом плане был просто находкой. То есть вот вы видите, что клапан установлен и вызывается лечебный антелектаз пораженного участка, в котором был установлен клапан. Потом клапан также извлекается. Его можно держать до года. Так выглядит клапан в просвете бронха. Он у пациента не вызывает дискомфорта. Он не мигрирует, он стоит прочно, хорошо. Они разных размеров, под каждый бронх подбираются индивидуально. Основной вывод, который я хочу сказать, это то, что на самом деле по бронхоскопии не так много стандартов, очень много нюансов нерегламентированных и в отношении санаций, диагностических исследований. Поэтому любые назначения бронхоскопии, они должны всегда приниматься вот эти решения коллегиально в сотрудничестве и клинического врача, и эндоскописта в интересах уже пациента. Спасибо вам за вашу помощь. У меня вопрос по поводу через бронхиальных МЕПС. Где это вы делаете и куда вам таких пациентов? Это система ОМС или другая? Нет, я сейчас уже работаю в частном центре. И мы центр экспертной эндоскопии. И на базе этого центра мы выполняем трансброкиальные биопсии легких, щипцовые биопсии легких. Также я выполняю катетер биопсии с целью получения цитологического материала. В принципе, они тоже хорошо дают результат. Обычно мы пациенту выполняем сразу весь комплекс, потому что бывает, что какая-то одна методика не срабатывает, чтобы уже повысить вероятность получения ответа. Трансброкиальные биопсии легких очень хорошая методика. Ну а в системе ОМС у вас кто делает? К сожалению, я не знаю, чтобы кто-то еще делает трансброкиальные биопсии. Агентство, что ли, а ваши координаты? А вот как у вас? Где этот центр? Центр находится на территории седьмой больницы. Я вот всем, кому интересно, я могу дать себе телефон и все. Да, чтобы не задерживать нас. А чтобы я не задерживался и на сегодня. Хорошо? Назовите. Да. Ну мы, наверное, продолжаем. 7-2-0-7-4-6-7. Спасибо. Мы продолжаем. Спасибо большое. Спасибо большое. Алексей Александрович. Очень интересно, познавательно. Сразу куча вопросов. У каждого в голове есть такие пациенты, которых туда нужно будет и направлять. Мы продолжаем нашу работу. И...